Есть на нашей планете удивительный континент, совсем не похожий на все остальные. Это Антарктида. Она полна загадок и странностей. Антарктида чуть меньше России, но не принадлежит ни одной стране мира. Над материком запрещено летать самолетом и даже спутником. Этот загадочный континент имеет огромное количество полезных ископаемых, но никто их не добывает. Там никогда не тает снег, а подо льдом скрываются огромные озера с неизвестными науке существами. Принято считать, что Антарктида была открыта российской экспедицией Биленсгаузена-Лазарева в 1820 году. Однако существуют старинные карты, появившиеся за сотни лет до этого, на которых уже была изображена Антарктида, причем с высокой точностью в соответствии с современными картами. И самое интересное то, что на этих картах Антарктида изображена свободной ото льдов. Панораму Антарктиды Также в Антарктиде были найдены окаменевшие останки скелетов динозавров, принадлежащих по меньшей мере четырем видам морских ископаемых. Среди найденных останков оказались полностью сохранившиеся челюсти и зубы ископаемых животных. Одной из главных загадок Антарктиды является озеро Восток. Огромное, скрытое под 4-х километровой толщей льда, незамерзающее озеро, результаты термического сканирования которого показали, что температура воды достигает плюс 18 градусов Цельсия. Это означает, что существует какой-то источник тепла. Понимаете, это объект, который привлекает внимание всего человечества. Абсолютно стерильное озеро, 6000 кубических километров. Давайте не будем с этим шутить. Также в керне, взятом из глубинных слоев льда, покрывающих озеро, была обнаружена бактерия, способная жить при температуре плюс 55. Более того, во время исследования были получены данные, что между водной поверхностью озера и ледяным куполом находится полость высотой около 800 метров. Там есть вода и воздух. Живые организмы, приспособленные к жизни в таких условиях, могут обладать уникальными свойствами. Но самое удивительное открытие – это аномально высокая магнитная активность вблизи юго-восточного берега озера. Ее источники пока неизвестны. Магнитные поля. Уже установлено, что озеро Восток далеко не единственное в Антарктиде. Подобных более сотни. Восток – просто самое крупное из открытых. Сейчас исследователи предполагают, что все эти озера, спрятанные под толщей льда, сообщаются между собой. Добрались до этого электрового озера. Долго работали, 20 не больше лет. И работа большая, успех огромный. Еще одно сокровище Антарктиды – метеорит, который был найден в 1984 году в антарктических горах Алан-Хиллс. На поверхности каменной породы исследователи обнаружили микроскопические структуры, которые тысячи лет назад могли быть бактериями. Немецкие ученые, которые одни из первых начали изучение Антарктиды еще в 40-х годах, разделяли теорию полой Земли, согласно которой под поверхностью планеты существуют гигантские пустоты, представляющие собой настоящие оазисы с теплым воздухом. По мнению германских экспертов, подобные пустоты существовали в Антарктиде. В архивных документах есть сведения о том, что под толщей льдов немецкие подводники отыскали земли с горами и континентами, океанами пресной воды и даже внутренним солнцем, вокруг которого происходит вращение Земли. Проход в эти территории возможен в результате специальных маневров при погружении на подводных лодках. В течение многих лет ученые и исследователи, путешествующие на ледяной континент, видели вещи, которые напоминают то, что многие называют технологией «элиен». Массовое наблюдение НЛО произошло в 1965 году, когда ученые и военнослужащие из Великобритании, Чили и Аргентины стали свидетелями многочисленных НЛО вблизи Антарктиды. Сообщения об аномалиях в районе Южного полюса стали поступать еще в начале 20 века. Так, в 1912 году экспедиция полярника Роберта Фолкан-Скотта со своими товарищами стала последней. Судя по обнаруженным записям, на материке они столкнулись с необъяснимыми аномалиями в виде непонятных светящихся шаров, которые уничтожали членов экспедиции одного за другим. С подобными тайнами Антарктиды исследователи-полярники из разных стран сталкивались не единожды. Аномалии в виде шаров огромных размеров или иных фигур, при появлении которых возникали различные магнитные явления, и плавился снег, лицезрели и становились их жертвами многие участники исследований. Господи, не дай помереть здесь, без захоронения. Сколько еще тайн Антарктиды предстоит найти и раскрыть ученым? На этот вопрос мы, пожалуй, никогда не сможем дать ответ. Этот загадочный материк хранит в себе еще множество открытий.